МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Волейбольный Газпром Югра и баскетбольный университет Югра Победно провели игровой уикенд. Итоги двух крупных всероссийских форумов, прошедших в апреле в Сургуте и перспективы развития территории, обсудили Вадим Шувалов и губернатор Югры Наталья Комарова. Глава региона работала в эту субботу в нашем городе. В рамках визита она провела несколько встреч. Первую как раз с главой. Губернатор отметила, что Сургут должен стать максимально доброжелательным каждому жителю. Вадим Шувалов сообщил, что предстоит совершить много действий по преобразованию некогда рабочего поселка, а затем и трудового города в муниципалитет для жизни. Город Сургут создавался город для работы. И под этим лозунгом создавался и градостроительный план этого города. Городостроительный план был сделан в 1979 году. Наша задача, если бы таким другим словом сказать, что теперь это не город только для работы, а сделать город для жизни. В ходе рабочей встречи рассмотрели вопросы улучшения улично-дорожной сети и цветовое содержание Сургута. Разработаны концепции колористического оформления зданий, а также архитектурно-художественного освещения. В завершении встречи с Вадимом Шуваловым Наталья Комарова еще раз напомнила о важности участия горожан в вопросах благоустройства и предложила разработать проект, в котором они смогли бы поучаствовать. Я обращаю Ваше внимание и прошу именно таким образом выстраивать такую работу. Вы упомянули о планах, связанных с организацией сбора общественного мнения о том, какие улицы, дороги в первую очередь нужно ремонтировать, реконструировать, обустраивать современное оборудование. Пусть это будет краудсорсинговый проект, то есть проект, в котором непосредственно примут участие люди. У вас есть площадка хорошая электронная в Сургуте. Завершая тему, Наталья Комарова настоятельно порекомендовала муниципалитету как можно быстрее заключить соглашение с правительством Югры, чтобы получить средства из окружного бюджета для проведения работ по благоустройству. Все решения приняты, остается только оформить должным образом, с тем, чтобы вы могли на полном основании включить эти ресурсы в бюджет города Сургута, в решение о бюджете города Сургута, изменения. Следующим пунктом в рамках рабочего визита губернатора стало совещание с руководителями индустриальных парков, которые создаются в Сургуте и районе. Отмечу, что этому проекту посвящен раздел в обновленной стратегии развития региона до 2030 года. Напомню, в 2015-2016 годах решением правительства автономии было выделено три земельных участка под создание индустриальных парков. Два в Сургутском районе и один в нашем городе. Общая сумма инвестиций на объекты более 4 миллиардов рублей. На индустриальной площадке в Сургуте планируется создание предприятий по производству электросчетового и вентиляционного оборудования, блочных конструкций, а также учебного центра для повышения квалификации работников по техническим специальностям. Как отметила Наталья Комарова, внедрение таких парков – это один из инструментов реализации промышленной политики Югры. Нам очень важно создать условия для такой деятельности. И в этой связи и органы местного соуправления, и государственные власти, имея определенный круг полномочий, могли бы доброжелательно создать обстановку и ситуацию. В завершении рабочей поездки в наш город Наталья Комарова приняла участие в приемке нового операционно-реанимационного корпуса окружного кардиодиспансера. Главе региона, чиновникам и представителям общественности продемонстрировали весь маршрут пациента от окна регистратуры до выписки. Подробности в следующем материале. Первая и, пожалуй, одна из главных особенностей нового корпуса кардиодиспансера, которую отметили все присутствующие разделения потоков плановых и экстренных пациентов. Врачи говорят, это позволяет максимально быстро оказать необходимую помощь. И смотровая, и рентгеноперационная находятся в шаговой доступности от приемного отделения. Если пациент поступает в состояние шока, сразу же в реанимационный зал, здесь работают ансоциологи и рениматологи, стабилизируется состояние, и буквально в течение нескольких секунд пациент может быть транспортирован уже в рентгеноперационную. Затем Наталья Комарова вместе с общественностью отправилась в сердце корпуса – операционный блок. В его составе три зала, плюс набор вспомогательных помещений, в том числе и экспресс-лаборатории. Одна из операционных – гибридная, то есть в ней можно проводить как открытые, так и малоинвазивные вмешательства под рентген-контролем. Также главе региона продемонстрировали отделение анестезиологии и реанимации. Оно рассчитано на 18 коек. Оборудованы палаты по последнему слову техники. Каждое место оборудовано центральной консолью, где подведена разводка всяких сворот, сжатый воздух, вакуум для удобства. Стоит отметить, что общая стоимость третьего корпуса кардиоцентра составляет примерно полтора миллиарда рублей. Около 40% этой суммы потрачено как раз на покупку оборудования. Он оснащен медицинским оборудованием экспертного уровня. То есть для нас, для потребителей, для пациентов это очень хорошее оборудование. Оборудование выше среднего, оборудование, которое перед тиражированием или для тиражирования, последующего тиражирования. Кроме высококлассного оборудования и оснащенности нового корпуса, участники приемки отметили нетипичный для операционных и палат дизайн интерьера. Мы привыкли, что палаты операционные, они всегда должны были быть чисто белые. А здесь уже появилось что-то новое. То есть действительно то, что может радовать глаз человека, когда либо устают специалисты, либо когда человек, лежащий на столе, тоже откроет глаза. По словам врачей, благодаря вводу в эксплуатацию третьего корпуса кардиоцентра, количество операций в год будет увеличено примерно вдвое. Кроме этого, на его площадях откроют первое в Югре отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции. Антонина Новикова, Светлана Стебенькова, Борис Шабалдов, Сургут Интерновости. Жизнь – священный дар. В Сургуте подвели итоги окружного конкурса, посвященного профилактике абортов. В состязании за повышение рождаемости приняли участие 20 лечебных учреждений и 80 акушеров региона. В рамках акции в больницах и женских консультациях проходили конкурсы детских рисунков, фотовыставки, лекции и другие мероприятия, направленные на профилактику прерывания беременности. В этом году первое место в номинации «Женская консультация в защиту жизни» заняло отделение 4-й поликлиники. Это лечебное учреждение в конкурсе «Жизнь – священный дар» принимает участие с 2014 года. Однако даже вне рамках состязания специалисты консультации регулярно проводят мероприятия, направленные на формирование семейных ценностей и повышение рождаемости в Сургуте. Очень часто мы выходим в детские сады, в школы, наши психологи выходят, и социальный работник беседует о том, как цена семья, как важно сохранить жизнь, как важна крепкая, дружная семья, как нужно трепетно относиться к своим родителям. Я считаю, что если ребенок с детства это понимает, конечно, никогда тогда девочка не пойдет на убийство. Добавлю, что конкурс «Жизнь – священный дар» проходит во всех медицинских организациях Югры с 2015 года. Нацелен он на повышение рождаемости, снижение числа абортов и совершенствование медико-социальной помощи женщинам. Организаторами конкурса являются Департамент здравоохранения Югры и Региональный благотворительный фонд «Подари жизнь» при содействии Хантамансийской епархии. По словам специалистов, за последние 4 года силами волонтеров было спасено более 2000 жизней. «Второй год мы отмечаем, что более 700 детей сохранено, сохранены жизни, и эти дети были рождены, и мы будем надеяться, что в дальнейшем их число будет увеличиваться, и таким образом мы будем давать прирост рождаемости, прирост новым жизням, детям и во всей Хантамансийском автономном округе, и в Российской Федерации в том числе». Не оставили выбора. В поселке Барсово за одну ночь горели два деревянных дома, которые стоят по соседству. Одной из основных версий следствия причиной ЧП является поджог. В полиции проводят проверку, сотрудники МЧС выясняют точную причину возгорания. Оба дома бродмейстера отстояли. Пожарным удалось очень быстро приехать на вызов. По случайности или нет, они возвращались в тушение совершенно другого пожара. И за секунды до звонка об огне в жилом доме заполнили цистерной водой. Дмитрий Круковец побывал на месте происшествия. Страшную ночь с 22 на 23 апреля пришлось пережить жителям поселка Барсово. Около трех часов ночи пожар охватил первый подъезд двухэтажного деревянного дома по улице Майская, 40. Прибывшие на место пожарные приступили к ликвидации огня. И почти сразу же с криками о помощи к ним прибежали соседи, жители дома на Майской, 42. Там тоже загорелся один из подъездов точно такого же строения. Эвакуировались жители самостоятельно. В таких случаях никаких других вариантов, кроме как выпрыгнуть из окна, нет. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Среди них оказалась пожилая женщина, которая получила переломы в результате падения из окна второго этажа. Травмы зафиксировали и у несовершеннолетнего ребенка. Всего пострадали три человека. Они госпитализированы. Они прыгали, кидали детей, бабушку кидали. Женщина у нас с шестой квартиры сама прыгнула. Муж ей скинул ребенка, второго ребенка, потом сам прыгал. И над нами квартира точно так же выкидывали детей, так же бабушку выкидывали. Бабушку, правда, увезли из скорой, там ногу что-то сломали. Во втором доме люди поступали так же, спасались, прыгая из окон своих квартир. Пожар в три часа ночи не оставил людям выбора. Проснулась от того, что задыхаюсь от дыма, от этого выскочила туда-сюда. Думаю, может, у меня на кухне что-нибудь. Сюда сунулась, а здесь пламя. И только потом поняла и заплакала от радости, что у меня внучки в этом не было. Теперь вот только плачу и думаю, господи, как хорошо, что у меня внучка не ночевала. Больше вот все, все нормально. Версия поджога рассматривается как одна из основных. Сами люди говорят, таких совпадений, что в одно время загораются два подъезда, в двух рядом стоящих домах не бывает. Муж мне еще сказал, говорит, машина, ты не обратила внимания, что машина не наша, вообще посторонняя. И в три часа ночи что они могут вообще делать здесь. Потом я уже читаю переписку, что эту же машину описывают. И этого мужчину, который помогал нам, ну что лысоватый. Я была в шоковом состоянии, больше я ничего не помню, ничего не могу сказать. Пожарные справились с огнем за 37 минут. Ликвидировали ЧП 62 человека и 34 единицы техники. Пожарные прибыли оперативно, скажем так, поймали пожар в пределах лесных клеток и потушили его. То есть развитие он не получил. В администрации Сургутского района состоялось экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Там обсуждался вопрос помощи семьям, проживающим в домах на улице Майской 40 и 42. Большинство из них вернулись в свои квартиры. По поводу пригодности мы вчера обследовали. 42 дом пострадал только подъезд, поэтому там однозначно мы будем ремонтировать. Основной вопрос стоит по 40 дому. Вчера уже одну семью мы расселили. Пока больше никто не обращался. Дмитрий Круковец, Вячеслав Шаркунов, Сургут Интерновости. В Сургуте в ближайшие годы появится целый ряд новых дорог. За счет частных инвестиций уже разрабатывают проекты магистралей. Среди них продолжение улицы Геологическая с выходом на Югорский тракт вдоль жилого комплекса Возрождения. Улица Усольцева на участке от Белецкого до Аэрофлотской, а также от Белецкого до Есенина. А уже в этом году будет начато строительство продолжения улицы Киртбая до Тюменского тракта. Поехать по новой дороге, если все пойдет по плану, можно будет уже в следующем году. В этом году мы начинаем строить инженерные сети по этому объекту, а в следующем году дорожную часть. Ну и надо отметить, что у нас сразу сейчас несколько улиц еще и проектируется. А вот продолжение улицы Маяковского может заработать только к 2018 году. Хотя документально ввод дороги прогнозируется на 2017. Такое разночтение объясняется необходимостью переноса обнаруженных при строительстве магистрали подземных коммуникаций. Сейчас проект проходит оценку и экспертизу. В администрации Сургута надеются получить соглашение со всеми владельцами сетей об их переносе в ближайшее время. Если это произойдет быстро, подрядчики успеют закончить дорогу в этом году. За городскую среду в ответе. Накануне в Сургуте состоялся митинг в поддержку чистоты улиц. Перед администрацией собрались члены и сторонники партии «Единая Россия». Таким образом активисты хотели обратить внимание жителей на удручающее грязное состояние сургутских дворов. Партийцы раздали прохожим стикеры и рассказали о предстоящей в Сургуте экологической акции «Чистый город». Основная цель – это призвать горожан нашего города все-таки немножко быть аккуратнее и не сорить. Потому что чисто не там, где убирают, а там, где просто-напросто не мусорят. Волейбольный клуб «Газпром Югра» провел заключительный домашний матч сезона. В первом раунде плей-офф наша команда принимала «Кузбасс». Стартовая встреча серии на выбывании в Кемерово завершилась обидным поражением сургутян. 0-3 в пользу соперника. Для продолжения борьбы за выход в финал шести и определения медалистов Суперлиги «Газпрому» необходимо было побеждать. Эту цель сургутские волейболисты выполнили. Обменявшись победами в двух партиях, наша команда выиграла третий и четвертый сет и сравняла счет в серии до двух побед. Конечно, хотели выиграть сегодня. Конечно, но не получилось. Они тоже молодцы. И вот, бывает, должно быть так. Должно быть так. Должно все сами заслуживать. Мы будем играть дома. Смотрим дальше. Голово вверх. С нашим болельщиками ребята все молодцы. Все отдали сегодня, что могли. Баскетбольный клуб «Университет Югра» добился двух побед в финальной серии Российской Суперлиги-1. Противник наших спортсменов – команда «Иркут». Теперь для того, чтобы завоевать золото чемпионата страны, студентам необходимо выиграть всего один раз. Возможность для этого предоставится 26 апреля. А прямо сейчас репортаж с двух домашних игр университета. Зелено-синий-белый. А это цвета формы университета начали финальную серию, обладая не только преимуществом своей площадки. В пользу сургутян говорило и то, что «Иркут» был серьезно измотан перед решающими играми своим полуфиналом. В борьбе с Новосибирском наши гости отдали много сил. Но студентов это не особо волновало. Необходимо было сосредоточиться на собственной игре. «Иркут» – команда, которая есть очень много мотивации. Они хотят выиграть. Они дошли до финала, и я знаю, что им очень тяжело, и они будут биться до конца. Поэтому нам в этой игре, именно первая, это самая важная игра. Нам была нужна, как воздух, эта победа. Этой победы университет смог добиться. Если после половины матча команда разделял всего один точный бросок, то концовка осталась за студентами. Итог первой встречи в финальной серии – 75-63. В финале играют опытные команды, не должны разваливаться. Вопрос в том, насколько им хватит сил, потому что у них серия была сложнее. Они позже играли, летели. Поэтому посмотрим. Сценарий второй игры был схож с тем, что происходило на площадке днем ранее. Игроки университета были точнее в атаке и успешнее в защите. Это принесло вторую победу в финальной серии. Счет матча 81-72. Выполнили тренерские установки, не стали, не сбились на трехочковые броски. И поэтому через середину, через проходы, через скидки выполнили задачу. Неплохо сыграли в защите. Единственное, что с Досаровым немножко не справились. Но кто-то должен у них тоже был забивать. Университет Югра ведет в финальной серии со счетом 2-0. Теперь для достижения заветной цели выигрыша золотых медалей сургутянам достаточно одержать одну победу. Наша команда во вторник улетает в Иркутск. Матчи в местном дворце спорта «Труд» запланированы на 26-е и, если потребуется, 27-е апреля. В случае, если для определения чемпиона Суперлиги понадобится сыграть пятую игру, она состоится в Сургуте 30-го числа. Дмитрий Подлесной, Дмитрий Круковец, Дени Зонов, Сургут Интерновости. Это все, о чем мы хотели вам рассказать. Спасибо, что были с нами. До встречи на наших каналах. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Место для встречи гостей любого уровня иностранных туристов и делегаций. Мы не изобретаем колесо. Мы просто знаем о колесе все. Сеть шинных центров «Диски мира» «Пирелли», «Якахама», «Нокиан», «Бриджстон». Свыше 5000 наименований. Установка и балансировка за 20 минут. «Диски мира». Двигайтесь с нами. Магазин «Сапфир». Мир очарования, созданный талантливыми мастерами Урала. В ассортименте изумительные образцы ювелирного искусства с драгоценными камнями. Коллекция эксклюзивных изделий с московской выставки. Магазин «Сапфир». Улица Сибирская, 15. Слишком ярко. Слишком скучно. Слишком пазмурно. Это поправимо. Горизонтальные, вертикальные, мультифактурные, пульсированные, рулонные. Компания «Жалюзи». Более 20 лет создает хорошее впечатление от любого вида за окном. Метросеть. Это только максимальная скорость. Интернет на 1 гигабит в секунду. 150 телеканалов в комплекте. Всего за 750 рублей в месяц. Подключайтесь. www.metrodefisset.ru Компания «Сипромстрой» Открывает бронирование квартир в новых домах за ТРЦ «Аура». Селефон отдела продаж в Сургуте 600-190. Компания «Сипромстрой». Добро пожаловать домой. В магазине «Адам» широкий выбор изделий из серебра, драгоценных и полудрагоценных камней. Впечатляющий ассортимент столового серебра и ручек, а также украшений из золота. Улица 50 лет в ЛКСМ, 3-2, первый этаж. И о погоде на 25 апреля. Здравствуйте, в студии Алина Белявская. Генеральный спонсор прогноза погоды – завод по изготовлению металлоконструкций «Макрострой». «Макрострой» – беремся за работу, которой боятся другие. Сэкономить время и деньги на строительстве? Реально! Крупнейший завод в регионе по изготовлению металлоконструкций «Макрострой» предлагает панельные 3D-ограждения и гладочную сетку. Гарантия на все изделия до 50 лет. «Макрострой» – быстро, качественно, доступно. В ночь на вторник в большей части среднего приобья будет сказываться гребень антициклона, благодаря чему в регионе немного распогодится. А днем начнет прорываться теплый атмосферный фронт с юга, откуда при усиливающемся ветре потянутся облака и облажные осадки. Ночью в Сургуте окрестностях облачно с прояснениями без существенных осадков. Направление ветра юго-западное – 3,8 метра в секунду. Температура воздуха – минус 1, плюс 4. Утром облачно, преимущественно без осадков. На столбиках термометров около 6 градусов тепла. Днем также облачно, временами дождь. Ветер южной четверти – 5-10 метров в секунду. Температура плюс 8, плюс 13. В магазине «Домашний погребок» – большой выбор дистилляторов, дубовых бочек, тульских и персидских самоваров. Эксклюзивная стеклотара для солений, изготовления и хранения различных напитков. Пусть праздник всегда будет с вами! Подарочный сертификат магазина «Домашний погребок» – удачный выбор. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление будет падать и состоит 754 мм рт. столба. Коляска-трость «Бамбола Жужа» – такая забавная, такая легкая, выгодная спутница для летних прогулок. Всего за 4999 рублей. Только в «Карапузе». Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю вам всего доброго, будьте здоровы, до свидания!